На библейском портале Экзегет мы отвечаем на ваши вопросы. И вопрос сегодня такой. Надо ли вмешиваться и останавливать незнакомого человека, если тот в воспитательных целях колотит своего ребенка? Ну, сложный вопрос. И действительно, иногда сердце кровью обливается, когда ты видишь не то, что человека колотящего своего ребенка в воспитательных целях. Такого, пожалуй, мы не часто видим. Но, например, повышающего голоса, орущего. Когда мы смотрим, как маленький беззащитный ребенок становится объектом такого, пускай и не физического, но морального, эмоционального насилия. На это тяжело смотреть. Вместе с тем мы, я думаю, должны отдавать себе отчет, что по существующему законодательству, если мы говорим о светском законодательстве, мы имеем право вмешиваться в воспитание ребенка и вообще в жизнь другого человека только в том случае, если ему грозит явная физическая опасность его жизни и здоровью. То есть, если мы видим, что взрослый так колотит ребенка, что его здоровью грозит опасность, мы, безусловно, должны вмешаться. Во всех остальных случаях это зависит от массы превходящих обстоятельств, которые данным вопросом никак не поднимаются. И очень страшно принести больше вреда, чем пользы. В большинстве случаев это случайные люди. Мы, если бы жили сейчас в условиях, в каких жили наши предки, в условиях общины, где люди постоянно друг у друга на виду, где воспитание обеспечивается, по сути дела, не только родителями, но и всей общиной, когда каждый взрослый человек мог сделать замечание, когда поведение взрослых людей точно так же подвергалось суду общины, суду в хорошем смысле этого слова, да, даже те же самые пересуды, осуждения общественные, возможно, вмешательство в методы воспитания было неизбежно. То есть сейчас мы не знаем жизни того самого ребенка и той самой семьи. Конечно, нам, с одной стороны, мы испытываем некий долг вмешаться и защитить маленького ребенка, а с другой стороны, просто так вмешавшись, мы, скорее всего, будем действовать по принципу «я прокукарекал, а там хоть не рассветай». То есть мы сделаем нечто успокаивающее нашу совесть, но по большому счету, скорее всего, мы, если вот родители прилюдно в общественных местах, где вы можете это наблюдать, бьют своего ребенка, скорее всего, они бьют его и в других обстоятельствах, скорее всего, они бьют его дома, скорее всего, это является чем-то регулярным. И от того, что вы сейчас мешаетесь, вряд ли вы сможете защитить его или как-то изменить его жизнь. Поэтому я бы с большой осмотрительностью советовал вмешиваться в подобные вещи, если, как я уже сказал, ребенку не грозит прямая опасность его жизни и здоровью. Продолжение следует...